сегодня такой день 5 лет нам да я скажу чуть-чуть ну вообще йоги даже такой йога йога переводится как связь связь первую очередь наладить самим собой связь между телом связь между психикой психика да я все туда включаю мы будем кстати сейчас на него уже разбирать йога чипта в ритте все знают что по танжелегу сутра йога в целом начинается йога чипта в ритте ниротха человек должен успокоить свой ум колебания вот эти вот в ритте собственно это и есть йога диша качар это уже не не сын кришна мачаре уже получается его внук недавно сказал йога это не работа с телом это не работа с умом а йога это духовное освобождение можно поразмышлять говорить к чему ведет йога духовное освобождение освобождение ну во-первых открыть и до от этого колебания ума это первое что начинается второе вот клеш которые описаны в также в патанжелегу сутра кто помнишь такой клеш и до ограничения наша обусловленность то есть мы здесь живем у нас ограничение какое самое первое гравитация нас плющит все а мы делаем что что не знание да то есть у нас есть незнание то есть ну в основном люди получают какие-то проблемы со здоровьем психика это ну и соответственно во всем быту который присутствует потому что у человека нет ни знания да мы собственно за этим и идем в школу в институт получаем знания чтобы не не болеть жить обеспеченным учимся чтобы потом деньги зарабатывать поэтому нужно знание это второе ограничение но она первая как это я уже гравитация такой чисто физический аспект какое второе ограничение тело то есть мы уже попали сюда мы уже попали мать мы попали на то что у нас здесь тело есть все духовные писания пишут что я не тело я душа слышали да тело есть но если мы душа да то тело она просто нам мешает как раз совершить это духовное освобождение тело она что что с ним происходит течение жизни если мы работаем если мы работаем если мы работаем над этим у тела какие ограничения есть старость болезни то есть мы рождаемся потом мы проживаем мы болеем старее и в конце концов откидываемся освобождаемся освобождаемся тем друг только только какие еще ограничения есть эмоции хорошая тема это клеши конкретно есть описание какие страх смерти все боятся смерти все же боятся на раке не желают мы вот очень хорошо с этапки неж и поработали когда был пандемии всех посадили на обхине вижу все посадили на страх до что все умрут и хочу хотели то и делали там два года нас туда-сюда мотали экспериментировать нами вот очень хорошо проявилась отки не вижу но мы здесь собирались занимались и проживали общаясь поддерживают друг друга и поняли как бы ну реально вот что такое птини вижу то есть как она работает ну а вообще да сообща мы проработали эту не то что мы отпустили да все равно страх есть но мы реально реализовали эту вещь что она что это такое я думаю все как-то поняли да что это что реально надо это можно зацепить до человека и как бы все хочешь с ним то и делай потому что все на этом это ограничение человек люди которые уже святые да они сняли себя это ограничение поэтому они святые они уже не боятся страх смерти а когда человек от этого освобождается он просто выходит на другой уровень осознание с эти страха смерти столько вещей можно делать для тех напугали все уже не может зажат а ему не за что цеплять все готов вот я ответил на вопрос какие ограничения это не все можно долго разговаривать на тело у нас целые лекции есть в архиве по запросу ссылочки окей и так йога она ведет к духовному ну и соответственно прорабатывать и вещи мы просто духовно духовно возрождаемся то есть мы снимаем себя в этом вот это вот материальные ограничения соответственно человеком просто духовно растет вот поэтому йога она ведет к этому вот и 2 с утра она называется говорится что человек который снимает эти ограничения до брить и вот эти вот он тогда становится видящим то есть он не начинает видеть ему открываются вещи те которые не открываются человек который просто не работает над этим вот поэтому практики йоги она помимо того что она естественно работает и с телом и с психикой тоже хорошо она еще открывает максимально максимально если реально работать не один раз в неделю работать то тогда реально открывается какие-то вещи которые мы до до этого не могли понять принять и ну это есть такое понятие как ситхи слышали это сверх естественные способности то есть это не значит мы там летать можем да это уже максимально да там спусты не ты не знаю кто эти летают нет но у нас поднимается энергия а когда поднимается энергия она творит чудеса ее считают духовным реализа реализации такой вот и тогда человеку просто начинает источать из себя в благофонии во все стороны сначала это под да он вонючий очень вонючий а потом уже пошел парфюм диор шанель сандал какие еще есть деревья такие вот так сказать благоприятные кто у нас занимается мы с вами ну-ка быстро перечислить какие-то базилик да да базилик взяли вчера изучали базилик и соответственно человек просто очищается очищается и сознание очищается тело очищать вот и у него появляется внутренние способности какие-то ну но если просто взять какие-то банальные вещи да по память улучшается это же прекрасно это ситха ситха маленькая носит тело здоровое не беспокоит сесть можно нормально пойти погулять кто-то не может уже в 30 лет пойти на велосипеде покататься есть такие вас ну и такие тоже есть много всего происходило то есть когда я к тому что чем человек старше да если он ничем не занимается то ему просто сложнее это делать согласно тело материальное тело она берет свое болеет как мы выяснили до стареет поэтому если не заниматься то так мы можем прогрессировать как-то еще и духовно тоже так мы просто сидим на лавочке и семечки введем и обсуждаем у кого что там это уже уровень это уже ахилловые сухожилия поясничные мышцы не каждый сядет чтобы еще пятки опустились на это уже пашасана хорошая картофана посидите ваша целый день пашасана вот соответственно ну все же хотят быть здоровыми да все хотят просто преуспевать в бизнесе до чтобы в семье были был порядок отношения то есть это тоже йога йога это не только коврик йога это и бытовая вся история потому что йога первым сказали это связь 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 с женой есть или нету желательно со своей связь отношения я имею ввиду отношения отношения на работе хорошие или нет это же связь определенно вот связь с природой это йога то есть что такое связь с природой как вы думаете мы чувствует начинаем то есть грубо говоря у нас появляется интуиция то сейчас мне надо идти на улицу и на всякий случай захватить зонтик потому что чувствую я что сейчас начнется да я беру зонтик и раз пошел дождь интуиция не пошел нормально зато на всякий случай можно не брать тогда курску надо взять хорошего гортековского вот эта связь она во всем для бизнесменов это одна тема для для домохозяев люди которые живут в семье это другая тема для военных тоже своя тема как бизнес наладить то есть ты чувствуешь человека или нет ты доверяешь ему у тебя появляется чуйка так сказать да по отношению к этим людям ну вообще то есть вы с ним общаетесь вы понимаете что он там иногда раз ругнулся значит уже не интеллектуальный парень минусуем в этом плане денег дал займы не вернул то еще один минус и поехали кому деньги давать кому не давать вот это пожалуйста отношения устраиваются связь потому что у вас наработки есть свои появляются свои концепции жизненные в семье то же самое учимся не убегать до проблем а проговаривать вещи проговаривать уж не проговорили опять то же самое будет пока не решим все задачи поэтому на йоге мы все здесь включаем то есть практика асан пранаян до полагается тоже медитации со временем они все включают вот этот вот интуицию связь и она потом начинает работать в жизни налаживать отношения в социуме с самим собой в первую очередь во всех сферах вот поэтому вот есть метод практика аштанга йоги пожалуйста пробуйте берите работайте каждый день результат получаете каждый день что-то получаете получаете в ритте уходит до эти вот колебания выходим нету был бардак ничего нет все вышли обнуленные хорошо что тело болело пришли позвоночник отваливаться сколиоз все остальное позанимались месяц не болит классно ну там есть конечно нюанс очень много с этим мы работаем вот но в целом как бы йога она как сказать позиционирует себя как гармония гармония шанти 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 ну и немало немаловажная тема который мы всегда затрагиваем это связь с людьми это коммуникация опять же если есть нас коммуникациям открыты то мы можем быть более успешными тоже коммуникация у нас есть отношения с людьми мы можем устраивать бизнес опять же какие-то связи наработки коммуникации мы открыты вот эти все зажимы психологически убираем либо человеку сложно общаться либо он их прорабатывает ну как-то там прорабатывать да ему легче общаться выходит в свои какие-то рамки да если он выходит то соответственно у него возможность есть больше ппд из себя выжимать общение связи чтобы на работу устроиться надо связи согласно хорошую работу надо иметь вы даже можете не подавать там заявление куда там все а если у вас я из связи есть да все этого достаточно все знают что ты хороший человек да там не кидаешь не подставляешь ответственный вот есть вася раз место появилось сразу васю поставили да потому что мы в него мы доверяем связи а связи от коммуникации должно общение быть если ты сидишь дома кому какие-то в интернете целый день с утра до вечера ничего не получится ищешь работу там заявление оставил то можно но эффективнее будет налаживать связь с природой с людьми ну и соответственно выхлоп больше больше от этого процесса ну и конечно же комьюнити комьюнити йога комьюнити она в первую очередь потому что здесь вы можете прокачать эти вещи быстрее вот пожалуйста есть шетра есть шетра есть поле действия вы можете здесь брать какие-то маленькие ответственности на себя и прорабатывать работать с этим как знаете юнг да сказал если вы хотите понять кто вы на самом деле да вам надо начать общаться с людьми они вам сразу начинают транслировать кто ты на самом деле если мы сидим дома да уже там по 10 часов мы считаем что мы прокачаны ну как только начинаем общаться они нам сразу говорят это как семья ребенок появился да все попал уже он тебе говорит да типа как то есть ты поел да а я уже не может далее ты должен давай деньги ты вредку давай ответственность и когда мы набираем эту ответственность люди уже не хотят вот вот, для себя так же легче жить одному легче легче никакой ответственности не надо ну когда ты берешь ответственность отвечает за эту сферу да эту сферу за эту но потихонечку за времени да тут не просто прокачиваешься растешь пули непробиваемой становишься потому что приходится общаться приходится делать много вещей всяких ну и соответственно начинается работа вот поэтому комьюнити да она очень важно вообще в любой сфере да там бизнесе тоже какие-то комьюнити есть где прорабатывают определенные вещи с точки зрения финансов до семейные есть кругу какие-то там комьюнити чат я не знаю сады тоже комьюнити художников комьюнити есть то есть в разной сфере где люди общаются собираются они могут просто поддерживать друг друга и прорабатывать определенные задачи в йоге это первая важная задача это нравственность йога начинается с яма и не яма яма не яма сана пранаяма яма не яма это нравственность не убей не укради и все заповеди христа человек должен быть стать выйти из животного такого поведения из биологической массы выйти homo sapiens человека разумно тогда есть возможность что-то уже высокое делать более возвышенное и вот пожалуйста начинаем общаться если у нас есть нравственность а в йоге предполагается что это есть заложено хотя бы насколько вы с этим работаете это индивидуально да но там есть яма не яма перед тем как делать асаны и пранаяма вы потихонечку очищаетесь ну как-то там да начинаете работать с этими вещами вам добавляют еще практику чтобы не скучно было и вы еще глубже уходите туда изучаете свои паттерны поведения почему я делаю так зачем я так делаю отслеживать начинаете и один из учителей наших кришна ма чария сказал что йога это осознанность 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 ведет к чему самое важное контролю да а вот ты дальше 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 к выбору да выбор чем да вы правильные вещи говорите а к чему дальше к освобождению ну смотрите освобождение да но если просто разобрать да чуть-чуть эту тему то это просто не наработка кармы то есть когда вы внимательны да то вы уже кармически просто не набираете вы отрезаете то что вы внимательно то есть вы что-то там могли сказать кому-то но вы внимательно посмотрели и низ и что-то сказали то что действительно надо они на своем уме там смогли сохранить отношения в практике то же самое можно параллели проводить вот например делаете асаны да вы делаете а цены и невнимательный если вы не внимательно вы можете травмироваться можете а если вы осознанно каждое движение делать у вас все под контролем это же меньше травм логично пожалуйста то есть уже здоровы относительно конечно но какая-то часть то есть мы можем сказать что внимательность она дает возможность нам кармически просто не ввязываться вот в эти вот узлы они нам не еще не больше заводить до начать то есть йога она видите она отрезает карму негативный поэтому вот пожалуйста это уже освобождение начало освобождения то есть мы идем йога еще позиционирует себя как эволюция сознания разум и эволюция происходит был на одном этапе через пять лет посмотрел уже раз все поменялось но мозг мозг заработал заработал память лучше все математика география и поехали дальше жизнь стала веселее вот собственно для чего нам йога то есть йога нам для того чтобы просто как-то себя взбодрить направить ощутить огромный поток информации которые у нас обсудиваются и все от нас чего-то хотят купить его поверить в чем-то а когда ты можешь замедлиться и сконцентрироваться и на своем теле и на своих выборах о том где ты сейчас и как ты сейчас она позволяет тебе понять что то что у тебя обваливается из мира она вовсе не обязательно твое она ты можешь сказать то что вот с этим я согласен жить а с этим нет есть выбор свободы выбора да я недавно написал что йога это не вера во что вы верите а то что вы умеете то что вы делаете ну мы можем просто на чуть-чуть чтобы у нас там программ да 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 здесь его как я понял это связь через нее проявляется через осознанность а если я продолжу все эти мучения у меня проявится осознанность теле и мне в тело будет говорить что я неправильно мыслю я освобождаюсь от внешних оценок у меня появляются внутренние критерии которые всегда тема идеи да но не совсем корректно что осознанность она говорит телу осознанность не может говорить тело осознанность это здесь это говорит уже интуиция связано все-таки с нашей психикой тело это наши все физиология анатомия ну да связующие понятно да мы просто если говорим об интуиции то это здесь осознанность это процесс мыслительный нет и правильность ты все правильно сказал что мы работаем да и у нас нарабатывается связь ты об этом говоришь связь появляется в этом процессе очень много вещей открывается если мы просто сидели это любой нейро физиолог скажет вам что если вы хотите что-то поменять в своей жизни вам что-то начать надо делать делать стабильно тогда идет процесс я первый раз пришел на нет вас не полностью когда выяснил что это значит вы думали гадали искали в интернете оказалось то лет это лайк и видит его светоизлучающие элементы окей ну вот такое вступление как но всем всем доступно всем доступно просто надо делать 99 процентов практики и 1 процент теории все вот теория у нас сегодня и каждый день практика 6 дней в неделю на этом я закончу окей это первая часть вторая часть у нас будет небольшие что у нас там от вас ну или бы я могу начать а вы пока там решите они стояли нет нет у нас сейчас конкурса еще конечно конечно у нас подарки от нашей студии вот ольга идет подарки в 11 часов у нас официально заканчивается у нас что-то учат если у нас мы можем здесь попить потом если вы хотите поесть сказать слова они конечно конечно надо их по времени просто и нужно сказать как учатся все уже сейчас смотрите вот сейчас у нас конкурс полчаса в общем мы говорим что собираемся во сколько половина на 30 минут 30 11 давай придерживаться ребят да давайте да давайте давай вот ольга наша администрация за что и уважение всем дает возможность здесь творить чудить и соответственно от нас от нашей студии подарки я просто вам сейчас всем дам возможность взять любой купончик там будет шуточное предсказание а с другой стороны написано что вы выигрываете ну и поздравляем гошу конечно же потому что у нас бессмертно всем всем вам да почти полгода там по-моему поработал студию да 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 делали подделывать да это было интересно во время расскажи немножко как все начиналось начиналось на самом деле как всегда ты приходишь студию один человек приходит один человек приходит один человек приходит а что с этим делать а что с этим делать кто это мыл по-моему это была как раз Аня да и она стала ходить одна ну недели, ну месяц наверное ходила одна кто-то приходил иногда с других классов кто-то приходил иногда с других классов как ходил первым они не ставались ну у тебя же наверное база своя была ну такой момент очень щепетельный те кто остаются те кто предыдущих шалов остаются они не всегда удачаются максимально это там один-два человек они пришли и ушли а что женщин передней и ваза вышли что твои а это максимум какие-то хорошие пожелания да вот сейчас у нас я считаю такая как сказать знаете как эпоху возрождения я ж только ух ты в последнее время стала практиковать вот вчера 18 человек то есть но это уже весна 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 все на пляж собрались да спасибо за подарки спасибо за подарки здорово спасибо за пожелание могу сказать что я в течении трех лет нам видала приходят новые преподаватели в студию и насколько это сложный процесс собрать группу собрать практику и очень многие отсеиваются мне кажется в самом начале пути когда вот как Гоша сказал ты приходишь и приходит один человек да а ты едешь в Москве там час на работу и у тебя два-три человека и вот это конечно очень ну такая проверка считаю для человека который выкладывает себя этот путь и очень многие преподаватели йоги именно на этом этапе отсеиваются потому что мотивация быстро падает и не хватает видимо какой-то глубинной такой веры ну поддержки тоже кому-то наверное свежие поддержки да поэтому в этом плане Боша такой показатель чем преподаватель который прошел длинный путь и я считаю что просто эта шала она уже не первая и эти проверки были наверное до ну что это значит я думаю вторая не доходит ну да ну так да ну конечно конечно мы вас поздравляем вы очень любите проходить спасибо спасибо так дорогие друзья как большинство выигрышей это скидки разного разный процент скидки их можно использовать ну там в течение апреля на соответственно до конца нити 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 можно с сегодняшнего если у кого-то не скидка а какой-то подарок пожалуйста или к администратору подойдите или ко мне мы вам этот подарок в связи с Россией а авто автомобиль авто моё авто авто автомобиль авто 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 так окей давайте чуть-чуть конкурс Я предлагаю здесь расстелить конкурс А конкурс делался? Да Я буду делать Поврик один Поврик один В общем, я называю человека Он показывает твою асану Мы ее все прорабатываем вместе Там у нас Кто знает технику веньяса? Что в ней есть? Что мы должны делать? Дыхание есть Что еще? Трижний 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 Бант Все? У меня Трижний А что? Окей Давай цехи работать Третий Юль Иди сюда Давай Две стола У него нет ничего Вера Вадрасана Би Би Трижний Так, ну смотрите Первое Что здесь Давайте все работаем С чем мы работаем здесь? С юлей Давайте начнем с головы Она не горит Только середине должно поставить То есть не должно быть вот это Логично? Угу Угу Сера А вы Мы только что поговорили Дыхание Давай Справку Стой 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 Я ровняю А ты Стой Двум Банхи И коленочку Раскрыть И дышать Ну да Смотри стопа Она должна быть ровная Она не должна уезжать Ровная стопа Пятка не выворачивается Пяточка на своем углу Да Таз раскрыт Раскрыт Речевой пояс Нормальный Вот Она при раскрытии Да что-нибудь есть? Она уже устала Не куча Да Зедрона купит Параллельно пол Вот Пилюша заметит Не параллельно Не ниже Садись Нинус 100 градусов Вот Чуть ногу назад Чуть назад Поинтереснее уже Еще Еще ниже Нет Достаточно У меня не параллельно А таз здесь закрыт Нет Здесь Должен быть Открыт Открыт То есть мы с этим работаем Вот Там Параллельно пол Да Параллельно пол Вот это идеально Ничего не идеального О Хорошая вопрос Куда Взгляд Отпадь У нас всех спрашивают Дрички На Сюда Ну а Если конкретно Большой палец Ну Отстроили как считается А я считаю что нет Смотрите как корпус Смотрите как корпус То есть корпус Смотрите Сейчас самый скайф пошел Вот это вот движение То есть не вот это вот движение Все Ниже 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 Корпус не заваливается Еще Еще Да И раскрытие Раскрытие Сфотографируй меня. Карина толкает вперёд. Переход, давай. Давайте по Виньясу пройдёмся. Смотрите, это у нас была 10-ая Виньяска. Это 11-ая Виньяска. Раз ворот. А что с ногой-то было не так? А, выпрыгивать я не умею, извините. Я могу только вот... А что, я так не знаю? Окей. Теперь у нас мальчик. Смотри, переход очень важен, но он должен запомнить. Десятая Виньяска. Одиннадцатая Виньяска. Одиннадцатая Виньяска. Стоп. Одиннадцатая Виньяска. Руки нахуй. Одиннадцатая Виньяска. Одиннадцатая Виньяска. Запомнили? Элементарно. Одиннадцатая Виньяска. Вообще эта техника у нас помнили. Одиннадцатая Виньяска. Здесь нужно вот эту ногу, вот вы подаете, а потом раз и жим. Жим, жим, жим. Попробуй. Центр тяжести смещаем чуть вперед, но это чуть-чуть потренировать. Да, банки. Вперед, куда едем? Попробуй. Колено подчерниваем в груди. Колено подчерниваем в груди. Да, надо, чтобы они еще там заливали в груди как-то. Попробуй. Попробуй. Они подвисают. У них там какие-то банкруженьки. Это называется банка. Огните его. Он там и подмагничивает что-то из такого. Какая-то есть хитрость. Давай. Одиннадцатая Виньяска. Вдох. Нет, не вводите ногу. Подтяни ее к себе. Подтяни ее к себе. Вот, теперь сгибай чуть-чуть. Окей. Руки вперед сгибай чуть-чуть. Давай, поднимай ногу. Применяй. Прямо ту остаешь, а эту выклюнули. Идеально. Так-то конечно. Так-то конечно. Окей. Ну кто-нибудь работает с этими переходами? У нас тоже переходят. Я пытался, но ноги не получается. Ну давайте тогда еще кататься. Кто-то вообще только первый раз узнал. Лев, иди сюда. Мастер Виньяса. Совершенно. Я не знаю вообще. Это самые сложные переходы. Да. Ну не считая еще... У Курмасана, знаешь? У Катасана, какая Виньяса? Седьмая. Собаку, давай собаку. Давай знаешь как? Нет, смотри, Лев. Сделаем через Сури-Намаскар. Все вместе считаем Сури-Намаскар. Все вместе считаем Виньяс. Раз. Ну не надо. Два. 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 Ша. Ша. Это шесть, да? Ша. А это какая? Семьма. Семьма. На седьмой Виньясен выходим два. Да? Да. Пять. Дыхание. Следующая какая у меня? Восьмая. Аштару. Аштару. Ап. Вверх. Вот. Ап. Нава. Чертва. Выберем. Это можно чуть быстрее делать. Даша. Считаем вместе все. И Кадош. Даша. Даша. Считаем вместе все. Даша. даша. Кто будет в команде? Даша. Иди сюда. Иди сюда. Аплодисменты. Спасибо тебе. Ты понял? Спасибо. Ахахахахаха. Свои маски. Да. Дегируем. Герои на ноги. Выбежали. И естественно. На ладони взгляду. Все. Выбежал. Нет. Подняли голову. Ой. Подняли голову. Давай, бросить. Вдох. Выдох. Асана. Хорошо. Угибаем колени. Стоп, стоп, стоп. Угибаем колени. Угибаем колени. Угибаем колени. Угибаем колени вместе. Асана. Угибаем колени. Переход. Руки на пол. Поднимай. Плавно поднимай. Нищи резы. Опустились. Могти волны. Вдох вверх. Вдох вверх. Понятно, да? Лифт вверх. Т.е. если мы работаем с банками, то у нас есть возможность тело отрывать от пол. Что значит? Подумай. Асана. 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 Я уехал. Я пока вспомнил, что вы делали все это время. Загрузилась такая. Загрузилась такая. Асана. Так. Давайте, Анна. Давно мы вас не видели? Аааа. Давайте сидим, что ли. Джан шутшаса. И Сурьевна скажет. А мы все вместе читаем о Виньясах. Все вместе считаем. Пять. Три. Два. Ша. Ша. Сата. Актао. Где? Джан шутшаса. Аштао. Где был Аштао? Сейчас Нова получается? Так, стоп. Еще раз. Вот мы сделали Виньясу. Выбили ноги, да? Это седьмая. Аштао. Седьмая. Джан шутшаса. Теперь делаем. Захват. Восьмая. Вдох. Точнее Нова. Девятый. Нет? Нет. Тут момент такой. Когда мы делаем Виньясу. Проброс вперед. То Виньяса считается полной тогда, когда вы сделали, зафиксировали асану и сделали захват и подняли голову. То есть Виньяса полная. То есть это не считается? Сапта. 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 Потом выдержали. Сапта. Заплатили голову. Заплатили. Подняли голову. Вдох. Вот это все семьи. Это все семьи. Это все семьи. И Аштао. Стоп. А следующее что? Опять дыхание. Опять дыхание. Да. Вдох. Вдох. И выдох здесь. Выдох. Выдох. А это просто обратите внимание. И вышли. Когда вы выходите. И когда вы входите. Стоп, стоп. Не уходите, не уходите. Мы же не все равно. Садимся. Ага. У вас долго не учитывается. Может быть с левой стороны. С левой стороны. С левой стороны. С левой стороны. Опять сначала? Да. Просто положите асану. Асану положите. Асану. Да. Еще раз. Смотрите. Перед тем как войти в асану, мы делаем захват и вдох. Это очень важно. И выдох. Опустились. Это понятно? Нет. И теперь, когда мы выходим, мы делаем вдох и выдох здесь. Захват. Вдох. Отпустили. Вдох. И выдох. Захват. Отпустили. Понятно? А куда мы смотрим? Можно пробовать? Хороший вопрос. Продрежьте, мне сказали. Давайте еще раз. Продрежьте дальше. Продрось. Продрось. Захват. Здесь кем мы смотрим вдох? На пальчик смотрим. Ну да, здесь я не проговариваю. А вот, кстати, Георгий. Так мы здесь упом коленку или мы тянемся к ноге и смотрим на большую палочку? Хороший вопрос. Просто на колочке. Угу. Все. Подождите, я проговариваю. Давайте. Смотри на большой палец, но начинающий опускаем голову. При начинающий опускаем голову. Руки с коленки. Потому что пока не готовы. А так и тянешься. Это, на самом деле, очень анатомическая тема. Поясничная мышца, она не готова. Не готова вытягиваться так глубоко. Для того, чтобы вот так сделать, надо быть готовым. И вы вытягиваете голову. Это первое. То есть здесь область, да? Вторая область, это шейный отдел. Который тоже, если вы будете сильно его заламывать, то есть у вас здесь не готово, а вам сказали смотреть сюда. То вы будете работать максимально головой. А когда вы работаете максимально головой, то у вас шея заламывает. А здесь у нас находятся сосуды. И нервы. И нервы, наверное, как часть. Поэтому, когда вы делаете вот так. Всегда. Вот это может что-то происходить? Зажим? Нервы. Нервы. Это происходит внутричередное давление. Что такое внутричередное давление? Это когда кровь, отток и приток. То есть она привлекает, а оттока нет. А то зажали сосуды в лоб. Ну, не совсем, да. Или клепки. Ну, в сосудах тоже много. Представляете, у вас как шланг. Март. Что такое? Тело как шланг. Вот вы взяли и зажали. Кровь не течет. Вода не течет. Вода не течет. Вы зажали. А это, наверное, все. Вновь не течет. Поэтому надо хотя бы их не создавать. Там и так уже процессы идут очень много. Да? А мы еще добавляем. Это называется анти-банха. То есть банхи, они служат для того, чтобы нам помочь облегчить процесс вот этого вот движения крови. А мы делаем наоборот. И еще больше. Соответственно, появляется просто боль в голове. От чего голова болит? В практике. Есть лучший пример. Александр, когда занимался, он все время вот к лучке тянул голову вверх. Пережимался. Да. И у меня стало новый уровень. Шея, голова. И в итоге я смотрел, он стал обращать внимание. И у меня перерывили. Все, все. Вкусно. 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 Больно. Я теперь все расслабляюсь. Вот Алла тоже входила куда? В терапевту? Шея. Шея, да? Да. Это у вас с семьей? Нет. Нет. Выжимаются нервы. И рука прямо вот рука начинает. Кровообращение. Вот кухня. Нервная система выжимает. Сосудник выжимает. Все. Больно. Поэтому опускаем голову в дерево и наслаждаемся. Понимаете? А когда опускаем голову, смотреть на пальцы уже невозможно. Согласка? Не смотришь. Слезок по поводу. Просто движу. А вот такой. Либо он просто на кончик носа и все. Или нужно ставить. Или нужно ставить. Нет. Межброви это так. Словно. Такой тяжки нет. Вот. Вот. Смотрите. Вы хотите разобрать эту тему? Нет. То есть есть такая практика. Она называется бахамудзо. Вы читали хатху-йогу прадедку? Нет. Нет. Конечно, 10 раз. Нет, конечно. Вот. Махамудра. Это асана, джану-ширшасана. Это проекция махамудры. Вот. Когда он опять посидит. То есть если вы начинаете изучать асану. Как... Извините, дорогие друзья. Давайте будем сейчас говорить попозже. То есть что такое джану-ширшасана? Голова к коленке. Ширшасана это голова. А джану или колена? Голова. Колена. Все. Спина скругляется? Скругляется. Почему же тогда тогда нужно? Что? Ну, дрежьте. Почему на большой палец? Продвинутый вариант. Это когда вам уже... Когда вы третью усилию делаете, вам все равно. На естественно. Да. Она просто ложится. Она просто складывается и все. Складка. У вас пополам складка. У вас там все растянуто. Не болит ничего. А если вам надо еще терапию совершать. Если у вас там проблемные зоны какие-то есть. Если вы с банками еще не наладите связь. Потому что банки же тоже помогают. У них пространство. То такая у вас будет банка. Я и говорю, что за счет того, что вы хотите дом выкинуть, а вам мышцы не позволяют, то вы будете это делать головой. А голова это вот она. Потому что вам сказали смотреть на пальцы. И вы все, что можете, делайте только чтобы посмотреть на пальцы. Старте фотографии на Кришномачаре. Да. Он не тянется будет. Он делает, может. Да. Вот, кстати, извините, дорогие друзья. Давайте вместе общаться. Вот вопрос старой школы Кришномачари, Потап и Джойс. Если вы посмотрите, как они делают. Как лично они делают. У них спина скругленная. Скругленная. А Шараджи делает с прямой спиной. Но это уже какой-то прогресс. Мне кажется, это из-за того, какой вопрос ты сейчас решаешь. Если тебя пояснить, что ты... Об этом речь. Я и говорю. То есть мы индивидуальность должны учитывать. Конечно. Ты же смотришь под себя, как тебе комфортно. Я говорю, да. То есть индивидуально дадутся. Асана должна быть комфортно. Мы даже к этому встретимся. Комфортно. То есть асана должна лечить. Да? Мы чем занимаемся? Йога-терапией? Освобождением. Или освобождением. Прям здесь такого. Без комфорта, освобождением. Просто вот смотрите, вот эти темы, они очень важны, потому что мы тогда этим аштангистой отличаемся. Почему? Аштангисты чем отличаются? Они сами себя добивают. Вы любого спросите йога-терапевта. Они скажут, аштанга йога-то? Это не йога. Это не йога. Надо захватиться, надо скучиться максимально. А я вам уговорил еще в Телубайке. Подходи, подходи. Ну и все. Все лопается, скручивается. Йога-терапевты не любят аштангисты. Потому что аштангистов не работают здесь. Нет связи. Понимаете? Так должно быть. Так должно быть. Так сказал великий и могучий. Кто сказал? Непонятно. Осознанности нету? Надо. Ну это тут же вопрос, как преподается. Да, то есть не надо сваливать на преподается. А что, ажнателя касается это или нет? Ну я тоже разные видел, как преподавание, кто как преподает. Кто-то думчиво это делает, а кто-то, как увидел, вот так вот. А на самом деле вы же все индивидуально. А я бы это не говорил? Надо вопрос тогда ставить. Надо вопрос тогда ставить. А мне это поможет? Да. Это второй вопрос, да. Но люди, приходящие с незнанием, они же не готовы сразу задавать себе вопрос. А мне это поможет? Они приходят после делать это. Это факт. Это я уже много раз сталкиваю. Вопрос все-таки все равно в человеке. То есть, а кто тогда виноват? Если, вот не знаю. Вот видите, вот она. Мы нашли с вами клешу эту. Незнание. Вот мы ее только что реализовали. Клешу. Начинать изучать это все. Пока ты не поломаешься весь в йоге. То есть, я пришел в йогу полечиться. Да. Позвоночник себе поправить. Да. Сознание поправить. Да. Успокоить свой ум. А мне поломали позвоночник. Позвоночник. Психику тоже. Да. Сказали, что я не тело, а дыша. И отправили домой. Я тогда только начал заниматься. Я теперь не знаю. Мне что надо есть или не надо лечь. Я в чертовке. То есть, мне надо кормить тело. Мне надо его мазать маслом. Ее не надо. Зачем я его мазать? Сейчас я отдышал. Я вас с Настей позвоню. Да. Настя здесь? Настя уже ждет нас. Все. А что, молчите? Мы молчим. Мы уже целый час. Да нет. Да нет. Смотрите, у нас на связи Омск. Настя. Авторизованная преподавателем 2-й серии. Мы ее все знаем лично. Она вышла специально с нами на связь. Настя, мы тебя слушаем. Внимательно. Мне нравится тебя видеть. Да, хорошо.